Да, вообще Платон — это очень такой удивительный автор, читать его на самом деле — это вызов. Во-первых, Платон, как мне кажется, был не самого высокого мнения о людях в целом. Ну, то есть у него было чёткое понимание, что философией могут заниматься не все, не на каждом уровне своего развития, и некоторым людям вообще не стоит касаться. А ещё он писал, что письменное учение не самодостаточное. И вот тут уже можно почувствовать иронию, что он писал о том, что письменное не очень хорошо. Ну, Платон на самом деле очень был такой... Во-первых, он был драматург, и при этом философ, и при этом не очень высокого мнения о людях. Ну, как бы условно. И это нас подводит к тому, что вообще очень сложно, мне кажется, быть преподавателем с такими взглядами. Они как-то не очень стыкуются. Но он ещё очень хитрый. Он изобрёл свою определённую форму диалогов. Это не просто... Как бы диалоги там не просто так, как дань традиции каким-то греческим трагедиям. В диалогах он пытался построить такую форму, которая бы соответствовала устной речи. Потому что он считал, что только устной речью и живым общением можно добиться поиска какой-то истины. Потому что мы подстраиваемся под собеседника, мы видим его какой-то уровень общения, уровень интеллекта. Мы видим его какой-то бэкграунд, контекст, в котором живёт человек, и тоже можем под него подстроиться, приводить какие-то лучшие примеры. Именно поэтому Платон считал, что недостаточно просто книги или какого-то письма, чтобы понять суть какой-то идеи. И это очень сильно согласуется с проектом Кова, зачем мы читаем книги с экспертом. Ведь мы можем любую книгу взять и прочитать самим. Но те, кто исследователи Платона, они выделяют три очень важных аспекта, что философ должен подходить тщательно к выбору собеседника. И открывать только те знания, которые доступны на этом уровне человека. Книга, к сожалению, не может выбрать нас или предоставить какой-то тест и сказать «нет, не читайте меня». Во-вторых, живой человек может побороться с нашими какими-то предустановками и убеждениями. Книга тоже не может. То есть, если мы заходим в книгу с какими-то уже сформированными понятиями и убеждениями, она тоже нам ничего не может противопоставить. Но и в-третьих, книга себя защитить тоже не может. Не может отстоять своё мнение, привести какие-то более веские аргументы. Поэтому, мне кажется, классно было бы почитать Платона с Платоном, но у нас нет такой возможности. Поэтому мы читаем в Кова книги с экспертом. Они как раз-таки выполняют все эти три роли, пытаться подстроиться под нас, как-то предоставить эту информацию, завязать это с нашим контекстом, с нашим опытом. Вообще, Платона читать достаточно сложно. Это такая игра, в которой есть определённые правила. Во-первых, нужно настроиться и понять, что мир может поделиться до чтения Платона и после. Нужно быть к этому готовым, что придётся отказаться или пересмотреть какие-то свои убеждения. Там очень много работы в каждом диалоге. Я потом ещё расскажу, почему вообще это перестраивается, и оно работает. Ещё чем интересны диалоги, они не могут оставить человека безучастным к ним. Если ты читаешь диалог, то как бы ты ни был к нему настроен, скептически, разделяешь ты мнение Платона, не разделяешь, ты всё равно вливаешься в этот диалог. Ты читаешь, и потом в какой-то момент уже начинаешь либо спорить с Сократом где-то внутри, либо начинаешь рефлексировать. А как бы я подумал, а действительно, откуда я это знаю или не знаю? И уходишь куда-то вглубь себя. И это второе, к чему нужно быть готовым, что диалоги придётся читать несколько раз, и их невозможно прочитать линейно. То есть вот как ты сел и читаешь текст, нет, ты будешь уходить куда-то в себя, в свои мысли, отходить немного в сторону. Вообще Платон хорош тем, что он задает такую площадку, от которой появляются новые вопросы. И хочется дальше копать. Откуда окей, хорошо, у нас есть какие-то знания, есть какая-то эпистемология, и хочется копнуть туда. Он понимает вопрос о реальности, такой, ой, а что думают другие люди. И это очень здорово. Ты читаешь его и вдохновляешься какими-то новыми идеями. Немногие, на самом деле, авторы могут так вдохновить и заставить тебя участвовать. А ещё Томас Слезок, это такой очень известный исследователь Платона, он пишет, что чтение — это интеллектуальное удовольствие, но мне кажется, он чуть-чуть лукавит. Это мазохистское интеллектуальное удовольствие, потому что ты читаешь Платона, и ты всё время в таком напряжении находишься. Это не очень приятно, потому что каждый раз, когда Сократ начинает вот так вот пытать собеседника какими-то своими вопросами, он так или иначе попадает в тебя самого. И ты сидишь, тебе как-то неудобно от того, что ты чувствуешь себя немного не того уровня. Ты начинаешь видеть, где у тебя пробелы в Знаниях, что то, что ты думал, это на самом деле тем не является. И вот из последних диалогов мы читали, там было очень известное выражение Протогора, что человек — мера всех вещей. И вот честно, после того, как я прочитала обоснование Сократа, почему это не так, мне было очень стыдно, когда я его употребляла. И я прям думаю, боже, надо найти всех этих людей и извиниться, я была не права. У Платона на самом деле нет цели нам что-то рассказать или объяснить. Он не ставит перед собой эту задачу. Вообще, есть такое мнение, что его вот эти диалоги, это была такая, скажем так, методичка для тех, кто уже был в теме, понимал, о чём ведётся речь. Нам же досталось только вот, что досталось, и мы вынуждены сами копать и узнавать, а что же там было зашифровано или не было зашифровано, а что он имел в виду. И в целом существует множество интерпретаций. И читая — это необыкновенное ощущение, когда ты чувствуешь себя первооткрывателем, когда у тебя есть возможность создать свою интерпретацию. Когда ты, например, не читал там комментарии Лосева, Слезака, ещё кого-то, ты читаешь Платона и испытываешь удовольствие от того, что ты можешь сформировать какое-то своё мнение о том, что вообще происходит в диалоге. Это очень редкое ощущение. Мне кажется, мало есть книг, которые можно почитать и сделать самому какой-то вывод, отличный от автора или от каких-то других людей. И этим они прекрасны. Вообще очень задаётся хорошо тема рефлексии. И вот его некоторые диалоги — это образец, как вести сам диалог с собой и с другими людьми. Платон показывает там вопросы. Откуда моя мысль? А моя ли это мысль? А истина ли она? А могу ли я это обосновать? И вот эти вот все вопросы, они нас, даже если не вдаваться в смысл и не понять, что на самом деле было зашифровано, но вот эта вся оболочка, в которой она преподносится, она всё-таки очень сильно развивает ум и заставляет работать над собой. Мне кажется, если читать вдумчиво Платона, можно не докопаться до какой-то истины, но по крайней мере обрести навык, как это делать, как работать с собой. И, наверное, именно поэтому диалоги Платона не могут оставить никого каким-то равнодушным, сказать, ну, прочитал и что. Нет, такого не получается. Если ты читал Платон, у тебя так или иначе произойдут какие-то изменения. Продвигаясь от каких-то простых диалогов к более сложным и растут сложности рассуждений, сложность поднимаемых тем, поэтому если даже бояться, то можно начать с простых диалогов. Вот мы начинали свой путь с Апологии Сократа и Алкивиада-1, и вот сравнивая, например, с более поздними диалогами, понимая, что да, с этих диалогов можно начать каждому и понять вообще, кто такой Платон, как он строит свою философию, вообще с чего началась философия, с каких вопросов. Мне кажется, это очень такие, ну, главные вещи, которые можно сказать о Платоне. Максим. Да, по поводу… Я тогда продолжу просто, я на самом деле не думал, что я так вот сразу достоин перенять и продолжить. По поводу того, что Платон ничего не хотел никому рассказать и как бы находился в башне слоновой костью, да, я занимался как бы вот люди там, ладно, а я отдельно. Я так не думаю, потому что если сделать отсылку к государству, да, он рассматривает три категории людей, да, это обычный люд, да, затем стражи и совершенные стражи, либо философы. И те, которые трансформируются из стражей философов, они как бы уже не хотят заниматься делами государства, ну, им это уже неинтересно. То есть зачем им там обогащаться, зачем им как бы вот крутиться в этом всем, и их уже, они уже мыслят другими категориями. Но Платон говорит о том, что все же они должны как бы вернуть долги, ну, ввести свою долю, то развитие как бы отдать, да, потому что они же были развиты тоже в этом государстве. Поэтому я думаю, что Платон на самом деле еще отслеживал эту взаимосвязь и не находился в какой-то там изоляции, да. Но опять же, чтобы точно знать, это нужно у Платона спросить, да, мы можем только анализировать его тексты. Вот. Касательно же самих текстов, их построения, мне кажется, уникальность их в том, что человек, не обладающий каким-то бэкграундом философии, может начать с простых диалогов, да, с того же там, апологии Сократа, да, и разобраться. Потому что сам читающий, он как бы вовлекается в некие там, некие беседы, да, того же там Сократа. И вот недаром есть искусство Маевтики, да, появление искусства Сократа, помочь человеку родить плод знания, да, и при этом рассмотреть, не призрак ли, как мы в Тетете упоминаем, упоминается. То есть это очень важный такой момент. И сам диалог устроен так, что вне зависимости от твоей подготовки ты можешь увидеть разные уровни. То есть либо базовый какой-то, да, там, либо уже там дальше, либо еще, еще, еще. И в конечном итоге все диалоги, они представляют какую-то сложную структуру, где каждый персонаж, он не спроста выбран и поставлен на свое место, и диалог идет там о той или иной тематике непосредственно с конкретным персонажем, и они между собой все связаны. То есть это такой мета-уровень какой-то дополнительный, да, антологический, что тоже очень интересно. И я думаю, нам всем еще предстоит это изучать и погружаться и открывать что-то новое. Вот, касательно инсайтов, но их на самом деле множество, да, и есть такая, не знаю, кто автор данной фразы, что вся современная философия это заметки на полях Платона. Расширенный комментарий. Расширенный комментарий, да? Уайтки. Да, спасибо, да. И те же инсайты случаются у меня. Допустим, один из первых знакомств через персону Сократа, да, в диалогах о том, как, допустим, он в Дельфах, ухода от Дельфийского рака увидел надпись человек познай самого себя, да, постоял, поразмышлял над этим и заходить не стал. То есть, как бы, он пошел обратно. Его спрашивают, Сократ, а что ты? Я говорю, да, я все понял, что это все. Как бы, нормально. То есть, у него есть, как бы, такое свойство общения с неким даймом, то есть, с неким внутренним голосом, да. Человек познай самого себя. Или же есть расширенная версия, человек познай самого себя, и ты познаешь вселенную и богов. Это кто-то из, не помню, автора. Это в Египте была написана та же самая фраза, что познай себя, а когда заходишь внутрь в храм, там было продолжение, и ты познаешь бога. Ну, наверняка есть интерпретации разные, но это был некто из Хилон, Хилон из Спарты, то есть, это как расширенная версия. И если же, ну, окей, вот эта вот фраза, да, которую Платон упомянул, и берем, например, ну, того же Декарта, понятно. У него целые медитации направлены на то, чтобы познать самого себя, да, через вот такую некую внутреннюю работу, из, ну, я не буду сейчас о Декарте, хотя хочется. И в конечном итоге Декарт выходит на некое состояние, как эго-экзиста, да, как некий феноменальный источник, который проецирует вектор, такие как там сомнения, воображения, желания и прочее, вот, за которые можно ухватиться. И исходя из анализа, как бы, и объективного наблюдения которых, можно прийти к феноменальной природе, к феноменальному источнику. То есть, что делает Декарт? Он, можно сказать, посмотрел, познай самого себя и начал копать в этом направлении, да. Из-за этого уже Лейбница. Есть философские этюды 9-й, 9-я серия. Кто не видел, советует посмотреть. Там как раз речь идет о Лейбнице, вот наш уважаемый эксперт Хаматон. И, то есть, вас прослушать я уже серьезно наследил, понимаете? И там мне было... Да, за что спасибо. Тут собрать ответственность. Универсума, отражающий зеркало Универсума. То есть, некая такая теория, которая... Когда его спросили о том, ты в это веришь, да, вообще, что бы я сказал. Ну, на самом деле, все остальное, что я знаю, менее вероятное, чем то, к чему я пришел. Если вы предложите что-то более подходящее, я без проблем приму. Предложите. Затем взять... Ну, то есть, мы и Платона можем отследить во всех таких мировых учениях и традициях вот эти вот основные базисы, основные концепты. Для меня это являются некими такими инсайтами, да, которые позволяют мне взглянуть на Платона, на его учения, либо даже, возможно, не столь... На тот первоисточник, скорее всего. Это первоисточник того, скажем, вот этих всех интерпретаций. Потому что Платон, в моем представлении, это тоже некая интерпретация вот мирового зеркала Универсума, либо там мирового огня, если мы говорим о Стоиках, да, либо вот природе целого, как Марк Аврелий напоминал об этом. Просто посмотреть под разными углами, через разные линзы, да, вот. И это вносит некую дополнительную окраску и дополнительное понимание вот этой вот природы, первоисточника. Вот. Я, наверное, очень много говорил, можно передавать слово далее, да. И еще такой основной из интересующих меня инсайтов, ну, это всем известный миф о пещере Платона, да, что люди привязанные, прикутые по рукам и ногам сидят, уставившись стену, на которой тени, да, а источник света находится за спиной, и это все проецирует. У меня был инсайд с, на самом деле, с невклидовой геометрией, то есть это геометрия Лобачевского, которая уже оперирует в четырехмерном измерении, да, либо же Джеральда Мора, то есть есть некие расширения геометрии, да, приклидовой. И оперирование объектами там происходит там в четыре и более пространства, да. И вот эта вот проекция с тенями, да, это для меня был очень сильный инсайд, потому что, по сути, находясь в трехмерном измерении, мы пытаемся понять некие, допустим, фигуры измерений выше, пропуская их через наше. То есть, например, тот же Тессеракт либо Гиперкуб, это классическая фигура четвертое измерение, да, это что-то такое непонятно выворачивающееся наизнанку, да, в нашем трехмерном измерении. То есть, по сути, мы вот эти вот, которые сидят, смотрят на стену с тенями, да, и для меня инсайд был в том, что мир, скорее всего, он, точнее, не мир, а источник, да, он не трехмерный, он, возможно, там, энмерен, да, и вообще там все очень сложно и через чем сложно. Есть такие еще, скажем, области, направления, как говорил Декан, да, о которых мы даже сейчас и не мыслим, что они могут быть, но, как бы, часть из них, которые в нас вложены, как некая потенция, мы их там раскрываем бесконечно, приближаясь к ним, но все объятия их не схватить не можем. Но есть еще огромный мешок, там, тележка и, в общем, очень много всего, что он даже не знает. То есть, для меня вот еще был в этом инсайд, и параллельно с, ну, понятно, что, как бы, пещера — это наше невежество, незнание, да, и все не так, как мы воспринимаем, да, мир не таков, как нам хотелось бы быть, а он объективный, и вот позиция объективизма, идеализма, да, Платона — это, ну, я, на мой взгляд, это вот основа. Вот, очень много говорю, поэтому два слова еще буквально. Хотелось бы услышать от каждого из вас двух, или там, расширенный фидбэк и мысль, зачем, собственно, выбираться из Платоновской пещеры. Ну, вот я стану на позицию там, на блокаде дьявола и скажу, ну, мне что, хорошо, уютно, зачем мне вот это вот по ночам там ворочаться, не спать, думать о каких-то там идеях, да, нужно заниматься, жить и на пол, получать от жизни все, ну, как бы, ну, вот, какие ваши, ну, скажем, мысли по этому поводу, мне хотелось бы узнать. Восьми до тринадцати размерность, ну, потенциально общей реальности, то есть у нас есть сколько-нибудь обозримое понятие сложности мира, и это, конечно, обнадеживает. Ты говорил, один профессор, с которым я там общался уже, ну, за коварами, а на самом деле мы ничего не знаем. Это главный вывод, который... Секрат, он не сошелся. Да, вот, осталось понять это содержательно, внутренне почувствовать вот эту идею, что мы ничего не знаем. У меня есть ощущение того, что выход в беседу о сложных темах создаёт ощущение значимости, важности, которое в других условиях, когда легко, сыто, тепло, понятно, удобно, известно, в этих условиях вот этого важного ощущения смысла не рождается. Поэтому, собственно, этим нужно заниматься, чтобы находить смысл. по крайней мере, я его начал находить. Я нащупал, что он где-то тут. Смысл ради смысла, как наука ради науки, либо для чего? Нет, ощущение смысла собственного существования. Под Экартом. Эгоист. Ну, вот, у меня пару идеи об инсайтах родилась. Я бы описал это вот в несколько пунктов. Для меня было неочевидно фрагментарность и спонтанность нашего мышления, что оно очень состоит из разных восхитков, которые друг с другом не очень связаны. Они спонтанно могут влиять на то, что является нашим решением, нашим мышлением. То, что эти фрагменты нашего сознания появляются из внешних источников, соответственно, мы попадаем в позицию зависимости от чего-то внешнего. Если это не осмысливать, то есть буквально какие-то спонтанные мысли, они появляются не по нашей воле, соответственно, мы зависимы от чего-то из-за знания. И третий пункт, такая многоходовочка, идея интерперсональности знания, которая родилась после метафоры про зрительную аналогию, что мы как глаз может увидеть в отражении другого человека на сетчатке отражение себя и вот это отражение, оно если его возвести в абсолют, даст нам зеркало. То есть зеркало является идеальным отражающим предметом и в зеркале мы увидим свой глаз, условно говоря, если представить душу зрением. И соответственно, когда мы познаем, общаясь с другим человеком, в его душе как в глазу мы можем формировать знания и идеальная способность для познания себя и мира будет по аналогии с зеркалом представляться некоторым божественным и собственно общаясь с другими людьми мы можем развивать наше знание. И в свете того, что идеи познаются интеллектуально знание об идеях нуждается в том, чтобы мы обсуждали это, уточняли глубже разбирались. Это приводит к выводу о том, что нам нужно обсуждать важные, сложные, зачастую непонятные темы. Два слова, если можно добавить на твой комментарий. На мой взгляд, он еще затрагивает важнейшие аспекты и вопросы такие, что такое справедливость, что такое блага, что такое знание достоверное, что такое мнение. То есть это то, что мы вроде бы как знаем, это же понятно, с детства это слышим, но на самом деле все не так. И вот эта попытка разобраться и приблизиться к истинному пониманию данных понятий трансформирует человека. То есть она его выводит на некий новый качественный уровень и понимание, и восприятие, и внутренних опор, внутренние внутренние силы. Поэтому вот эти вопросы, на мой взгляд, ключевые. И спасибо Платону за это. Ну возвращаемся к вопросу, зачем выходить из пещеры? У нас открытые, если хотите, мне бы просто интересно было услышать ваши, у меня есть какие-то взгляды на это, хотелось бы услышать ваши. Ну то есть я вот сам позицию адвоката идеолога, говорю, вот не хочу, мне хорошо, удобно, я не хочу стресса. А есть такие люди на самом деле. А зачем вообще это все, какой от этого профит? Ну что мне это даст? И смысл спорта, буду хорошо тренироваться, правильно питаться, барбершоп и все, встреча. И жизнь удалась. Какой там Платон, такие идеи, о чем вы говорите? Ну хорошо, а если мы представим, что прямо на этот момент человек находится в кризисе, то его барбершоп и так далее уже начинают, он чувствует, что его начинают уже это не устраивать. И вот этот выход из пещеры это один из возможных интуитивно нащупываемых таких вот выходов из такого кризиса. И человек это чувствует. Вот. То есть, если мы изменим вот таким образом акцент, то вот эта природа человека, как бы мы не спекулировали вот об этом, потому что мы таким образом меняем акцент, то в принципе тут уже становится чуть-чуть все как-то иначе. Ну а касательно этого вопроса, я думаю, что можно тут пойти по неким ключевым таким словам. Это путь, это телос, это некое восхождение, это постоянно какое-то движение, это смысл, мне кажется, тут так или иначе там смысл будет в центре такой минимальной вот единицей осмысленности, ощущения этой смысленности. И так или иначе, я думаю, интуитивно все знают и чувствуют, что так или иначе нам хорошо, если мы ходим где-то по краю, вот по лезвию, вот одной ногой мы находимся в порядке, так или иначе, а другой вот ногой мы параллельно находимся в хаосе. И вот так или иначе вот эти вот моменты, они значимы и смысл, который часто находится вот по ту сторону в хаосе, так или иначе мы должны туда продвигаться. И в этом пути так или иначе мы чувствуем, что мы поступаем правильно. Да, такой вопрос. А если человек понимает, что вот он в кризисе, да, пытается выйти из пещеры и понимает, что кроме как там то, за что он как бы держится и чем он обладает, условно, он из себя ничего не представляет. его еще начинает больше гонять кризис это все. Вот. Не сталкивались с таким? Что в таком случае делать? Ну, есть же надежда. Философия, собственно, дает надежду на то, что существует. Вечно, так или иначе, это, безусловно, это зависит от человека, от его мышления и так далее, но так или иначе он будет понимать, что в той раскладке, в той конфигурации, где он находится, чем он занимается, что из себя представляет его повседневность, в этом есть что-то не так. Вот. То есть, твой ответ на вопрос это возможность выхода как результат кризиса. без кризиса он так и будет сидеть. В пещере как бы оковы греют, все хорошо, в тенях разбирается, она с теней, все классно. Скажу так, я не говорю, что это только так возможно, но это, скажем так, это один из самых прототипных вариантов, то есть, когда дальше так жить нельзя. Вот. Это знание ктаря. Значит, кризис есть благо, получается. Безусловно. Кризиса до кризиса. Безусловно. Я могу, кстати, подкрепить этот аргумент про то, что кризис необходим. Есть такой психолог, конструктивист Жан Пиаже. Он в целом представляет модель, по которой люди познают мир. И как получают знания. И вот он говорит, что одной из основных вообще движущих сил, это самый большой этап познания занимает новая ситуация. То есть, изначально у нас есть некоторые убеждения, вот, и мы с ними живем в гармонии, нам нормально. Потом возникает какая-то новая ситуация, когда ты что-то делаешь, и она уже не приносит того результата, который ты ждешь. Соответственно, у тебя возникает мысль что-то не так. Но говорить, что что-то не так с миром, это очень опасная вещь. ты становишься заложником. Значит, что-то не так с тобой. Значит, твоя картина мира не очень отвечает тому, что сейчас происходит. И вот эта новая ситуация, она тебя сподвигает принять какую-то новую гипотезу и пожить немножко с ней. Но в целом весь этот процесс представляет как такой цикл принять выдвижение гипотезы, принятие гипотезы, новая ситуация, опровержение, выдвижение новой и так по кругу. Думаю, тут хорошо сделать отсылку к Латону государства, где он рассматривает человека как некий прообраз государства. И вот личностные кризисы мы можем рассматривать как персональный кризис и кризис государств. И на мой взгляд, почему так идет активно у нас возрождение философии, не 100%, но вероятно это связано с кризисами, которые переживает наше государство, и люди тело государства это ощущают и пытаются найти выход. То есть идет через переживание кризиса происходит выход из пещеры. Как вариант? Как вам такая версия? Вопрос. Чи враховываете вы, что в пещере могут перебывать и философы? То есть что у каждого своя пещера? Что сама по себе философия, например, не является выходом из пещеры? Потому что как один мой мудрый знакомый, он говорит, что с буддийской точки зрения достигнуть просветления наиболее выкладывающему философии. Это человек, который пребывает в самых сильных председах, ее привязанности тем сильнее, что они абсолютно не осознанно. Потому что тот, кто гласит им истины, он в значительно гиршем установке, чем все другие. если повернете к Платону вернуть увагу, кто выходит, что значит выйти из пещеры вообще? Пережить кризу и выйти из пещеры это одно и то же, или нет? Давайте попробуем вернуться к первым вещам и раз уже за это говорили. Что такое выход из пещеры? В чем он в основном поляга? В том, что я начал читать философскую книжку. Это выход из пещеры? Или способ остаться в пещере? Что такое пещера? Можно и предать? В последний выбор. Это очевидно, что такие простые что... На мой взгляд кризу это поштов. Поштов до того, что нужно что-то изменять. Если ты чувствуешь какой-то внутренний боли, то это природа целого, как Марк Авридер говорит, что что ты делаешь в этом жизни не так. Тебе нужно изменять свой поведенок, посмотреть свои взгляды. А уже как человек будет действовать в этой ситуации, это не факт, что она выйдет из пещеры. Может, она сделает какую-то окремую виртуальную пещеру, в ней переберется, купит соби какие-то VR, будет будивать какие-то будинки и там сделает из одной пещеры, перебежит в другую. И так же читать діалоги Платона это в идеале нужно нота. Сегодня врань была тема затронута, что если ты просто читаешь, не разговариваешь, это одно. А если ты живешь, так как там написано, то это стародавние греки считали, что ты действительно занимаешься философией, а не просто прочитав, рассказывал, передав информацию. То есть ты не носишь информацию, не флешка, а ты та людина, которая просто надыхается этими творами и изменяешь своя жизнь таким образом, чтобы оно было накладалось на эту тематику и на тихи, которые описаны в философских текстах. Чи есть в Печері философы? Слава Богу, есть, потому что если бы их не было, то все бы мы сидели в Печері и никогда бабыть не выбрались. Но философы стикаются с такой штукой, как двойная слепота, Малый Платон, да, двойная слепота. Когда тот, кто смог выбраться и увидел свет, он понимал, что свет это не тень, и что на самом деле все много интереснее, и он возвращается, чтобы людям рассказать это. И когда ты из света переходишь в темряву, то ты ничего не видишь. Твой зир еще не налаштовался на темряву. Поэтому пираты, например, они повязанного наука не потому, что их окон не было, а потому, что они стрибали в трюм, и там темно, и они просто снимали, чтобы было видно, чтобы не предотвратить время на перестрою зиру. И когда такой философ начинает рассказывать, там, очень так заряжено, что давайте то-то-то-то-то, люди его не сприймают. В лучшем випадке они просто смеются над ним, а в худшем скажут, что ты тут нам рассказываешь, ты его бачишь, мы эксперты, потянем, так, мы можем и знаем, а ты что-то рассказываешь, мы тебя не будем слушать. Поэтому, на мой взгляд, мастерство философа, воно еще включает то, что что-то надо умирать подать информацию таким образом, чтобы люди их приняли. И запустилась в них работа на как раз выход из этой печери. Так, поступовый. Платон очень интересно это все описывает. Не сразу на светло, а поступово, поступово. И это Сократ, он один из тех, кто побачивает светло и с помощью своей маевтисти доводит людей потроху. Также есть такие как хранители пещеры, те, которые побачивают светло и понимают, что можно маніпулировать людьми. Они не очень интересованы в том, чтобы люди свои оковы оставили и выходили. И пещера это очень символично. Для меня был еще мини инсайд. Квартира висит плазма на стене. И мы видим тени каких-то политических или формирование нашей думки. Нам в голову просто проникают через сериали, новин, через сайты. Эта вся штука. И мы сидим в пещере и переконаны, что эти думки это наши думки. И мы все классно понимаем. Мы эксперты в макроэкономике, политической и в всему. Просто эксперты. И если какой-то философ начнет что-то сказать и все не так, то как Олега сказал, голову только высунули, то все. Платон что-то внесли. Поэтому Платон, я решил делать подсилку, то как раз выход из печери это печери своего незнания, своего невежества, свои заблуды, и своего такого раздутого до нереальных границ его, который считает, что он все знает, что ему все понимали, что он знает свят, знает людей, знает, что таке. Ну, вообще все. Так или иначе, это в каком-то понимании и разчерпывание этого света. Да, и вот криза, она, может, очень таки дейла, когда человек, который думает, что он все знает, все понимает, потом в один момент видит, что кроме каких-то принесенных из этого теневого, теневого плазма, різной диагонали, неважно, самой человеку нет, а есть штаммы, шаблони, паттерни, причем они так загнаны, классно, подобраны, что человек их проковтует сама и считает, что это один. А выход из печери, это как раз налаштовать эти фильтры, дивиться на это все с позиции стороннего наблюдателя, и все очень четко анализировать браты и зверяты с своей природой, с природой силы, брата Марка Аврелия, я постоянно повторю, думая про соотношение своей природы, природы целого и взаимодействие своей внутренней природы с природой целого. если в том, что ты проживаешь те роли, которые ты играешь, он как император вообще уникальный человек, потому что у него была вся свобода творить несправедливость, поступать как угодно, потакать своим прихотям, он обладал ресурсами, властью, он сказал, не, ребята, я понимаю, что я сюда пришел, скоро с корабля надо сходить, я играю роль. У меня досталась роль императора и она тяжелее, чем роль беглого раба Эпиктета, который... И вновь отпущены, да, потому что Эпиктету скажут, иди туда, сделайте, ну, в него такая роль, да, а у Марка Аврелия была роль очень сложная, потому что он очень много вырешивал, принимал такие очень сильные решения, но при всем этом он постоянно мониторив природа своя, природа целого, соотношения одно с другой, и тому выход из пещеры это один из таких возможно даже единый шлях на то, что... ну, это просто такая учебная модель на пещере, но по сути она развивает метафизических трансформаций к познанию внутренней природы, к открытию своей внутренней природы. Я не знаю, ответы или нет. на пещере, на пещере, на пещере. По идее, не должна. Криза уже симптом выхода, то есть, если что-то не так, это уже шлях. А где он начинается? С чего те, кто прикутий, в кино у них есть, все у них есть, где у него эта криза возьмется? Платон объяснил, на вашу думку? Если как объяснил Платон, то я здесь... Может, фразу с Платона сказать и ты едешь, значит, по Сократу. Есть только одно благо знания и только одно зло невежества. То есть, на мой взгляд, люди, которые входят в кризу, там находятся из своего невежества, от непонимания собственной природы и предназначения. И потому они сами себя угоняют в такую ситуацию. А стресс, в данном случае, является своего рода таким лекарством, который... Так, а как он выникает? Стресс выникает? Ну, от невежества людей, по сути. То есть, из-за того, что они себя угоняют в такую ситуацию. А когда мы смотрим на тени, то это информационный процесс. Мы освещиваемся по-своему, хоть и тенью. Это освещение. Да. Ну, это же... Ну, привет. Короткий пример. И все. Я вам скажу. Ну, то есть, можно... Ну, набагато цікавейше и легче есть чипсы, там, або хот-доги и смотреть сериалы «Дом-два». Это ж, ну, как бы, класс. А вот тренуватись, там, бигаты, наприклад, это тяжко, да. Но наша природа так устроена и запрограммирована, что нам, допустим, более полезно заниматься спортом, чем заниматься потреблением фастфуда. То ли в прямом, то ли в переносном смысле. То есть информационном либо. И человек, который, как бы, отказывается от своего предназначения, начинает потреблять фастфуд, как с Макдональдса, так и там с ТВ, да. То есть фастфуд ментальный. И таким образом он загоняет себя в то состояние, которому его природа не предназначила. А природа запускает зворотный механизм, да, который гоняет в кризу человеку. Хорошо, так тогда... Погласно, ну, большинство как раз природи не следует. Большинство как раз их тип души такий, что они не схилены. То есть там серьезно все. Он строит государство таким образом, что у всех будут разные понимания счастья. И большинство как раз не требует ожидать, что они куда-то выйдут. Им просто нужно облаштовать печеру. На уровне государства Платон не собирается всех куда-то выводить. Он собирается целое врятовать. А вывезти из печери тих людей, он просто изменяет форму контроля над ними. Может они не столько хорошего государства, но по Платону это главная задача воспитания граждан. Правильно? Поправьте, если я ошибаюсь. Так, так. И он пытается выстрелить идеальное государство. Он пожил долгое життя. Понимаете? И когда идет о какие-то ранние или средние диалоги, это одно. Когда мы беремо поздние диалоги Платона, это уже другое. Если мы не будем брать законы, а просто возьмем политию, то там виходит так, что у нас души не равны, потому что в них доминует разное начало. И от тех, у кого душа пожилливая, у кого душа рослинная, как они говорят, и вегетативная, соответственно, ніякий выход никуда в принципе не может. Он для них лишает шанс, ну не шанс, а просто специально так все влаштовывает, чтобы они могли эту свою вегетативную налаштованность полностью реализовать и не дай бог их куда-то тягнуть. Они у него там избавлены политических прав, которые им на самом деле не нужны. И они имеют маленькие экономические задоволения, маленькие материальные взыскы. И шляхом тотального взаимного контроля через это дело и зонюшнего контроля они держатся именно в пещере. То есть, он там не говорит, но вот этот стан большинства общественного, идеального, это фактически стан штучно створено, специально створено печери, такой установки. Очень мало людей из него выходят по Платону. То есть, он очень изменится с годами. Очень изменится. У вас еще работа? Ну, Влада права была. Он особо никогда не был в захвате от людства. То есть, сказать, что Платон был такой большой руманист и демократ. Сократ, скажем, он как раз наоборот, он был аристократичным, и походжением, и политическим взглядом. И на то, что делалось в демократических Афинах, смотрелся довольно так. После Сократа вообще, как вы понимаете, после того, что они там сделали внаслідок суто политической конъюнктури, он потерял вообще всякую доверие. Но не сразу. Если Печера Платона в той же самой стране, в той же стране формулируется, в политике, в той же стране формулируется миф про Печеру, который говорит о том, что нужно приводить кудись на светло, а когда устрий цей дерево установлюется, выходит так, что декого, не дай бог, кудись привезти. Больше того, создается такая ситуация, когда они занимаются хоровым спевом, коллективными игрищами какими-то, они постоянно на виду один в одного, они не остаются на один сих с думками вообще никогда. У них там криза не возникает как раз никакой. В тот год, чтобы они не начали ни задумываться, ничего. Платон непростий. Он же призываешь. Сколько я понял, опять же, поправляйте, то есть вы строите идеальное государство не для того, чтобы там ВВП хорошее было, а для того, чтобы сама система подразумевала собой воспитание граждан. То есть возможно в поздних диалогах их не надо, там за волосы тянуть с пещей. Но то есть, что их полезно нужно виховывать. Их распределиться нужно на группы по плану. И виховывать, согласно с тем, как их можно виховывать. Он как раз не является демократом в плане вихования, что все могут достигнуть всего. Это не писатели эпохи просветительства, которые считают, что с человеком можно сделать все. Он считает, что не все. Их нужно выводить очень по-разному. Насправді Платон заслуговывает значительно более критичное прочитание, чем у нас отдаётся. Миф Печери сам по себе есть мифом по-своему. Он в такую поднесенную роль зазвичай играет, он надихает нас. То есть это выход от скутности до светла, от… Значит, мы программируем, что обязательно должны быть кризисы. Я предлагаю посмотреть, откуда происходит кризис, в общем-то, тот вопрос. Мне кажется, здесь речь идёт о пассионарности. То есть пока человек, сидя в этой пещере, его уровень энергетики находится… Он таков, что он употребляет и, так сказать, только обслуживает какие-то свои базовые потребности, то его всё устраивает. Как только либо через внешнее воздействие, либо через внутренний рост энергетики, у него возникают другие потребности – какой-то самореализации, какой-то субъектности. Он начинает хотеть не только потреблять, а управлять миром. У него возникает потребность познать истину более глубоко. Это рост силы, это рост способности создавать условия, не только участвовать в условиях, созданных кем-то, а самому управлять этими условиями. Есть такое выражение – действуй в соответствии с истиной, и ты всегда будешь победителем. Очень многие начинают хотеть быть победителями, в том числе и над обстоятельствами. Это ведёт к тому, что человек начинает потихонечку, управляя обстоятельствами, пытаясь что-то создавать, он познаёт этот мир всё глубже и глубже. Иногда это приводит к обратному результату, когда он разочаровывается, возвращается обратно в пещеру, и говорит, да ладно, меня и те не устраивают. А чаще всего тот рост энергетики, который у человека есть, он применяется, он осваивает ещё один класс, на этом успокаивается, пока он освоит. То есть постепенно он осваивает этот мир, как бы инкорпорируя его во всём многообразии, и компактифицируя, делая простую, понятную картину мира на всё более и более высоких уровнях. И поэтому мне кажется, что сама концепция развития должна быть более конструктивной, потому что совершенно необязательно проходить через кризисы. Кризис, жестокий кризис – это когда у человека не развита способность предвидения. Для человека что-то является трагедией, только если он не готов к этому, если он предполагал, что так дело обернётся, это уже не деструктивная трагедия. И те базовые понятия, которые мы закладываем в наши концепции, они потом определяют наши движения по этому пути. Поэтому мне кажется, само понятие выхода, да, там много пещер на самом деле, но чем больше вы хотите этим миром управлять, быть субъектом, быть в центре вот всей этой вертикальной мироздания, тем больше вам необходимо познать истину во всей памяти. Просто познавая истину, можно залезть еще одну пещеру, зал открытия истины. И виходит, что нам надо четко визначити, кто адресатом платоневских диалогов, до якої людини он, власне, звертаешься с этим закликом выйти. Явно же не для всякого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...